Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии. И сегодня мы поговорим об открытиях ученых, связанных с непонятным или малоизвестным письмом, либо известным, но малоизученным. То есть находки эти представляют собой в основном камни, на которых нанесены определенного рода знаки, имеющие отношение к известному языку или неизвестному. Итак, в первую очередь поговорим о неизвестных языках. Есть ряд находок, связанных с малоизвестной письменностью, а возможно и просто пиктографическими рисунками, никто точно до конца еще не знает, разного характера, которые укладываются в несколько находок камней в разные периоды времени. Самой первой является так называемая Сухумская плита. К сожалению, до сегодняшнего дня она не сохранилась, поскольку, насколько я знаю, она была разрушена или утеряна во время абхазо-грузинского конфликта. Но, тем не менее, ее описания остались. В 1952 году ее нашли у стен западной башни раскопа себастопольских укреплений. Себастополис – это античный Сухум, античный город Сухум. Вот эти укрепления, когда раскапывали, нашли этот камень. Значит, на камне были изображены некоторое количество символов неясного происхождения. Соответственно, это вызвало много вопросов, приезжало много разных ученых, пыталось все это расшифровать. Но, к сожалению, к какой-то однозначной точке зрения не пришло, потому что данных, кажется, мало. И сделать какие-то определенные выводы довольно сложно, потому что сравнить это не с чем даже. Единственное, конечно же, тут был знаменитый Георгий Зурчанинов. Это советский ученый-лингвист, который зарекомендовал себя работами по грамматике кавказских языков хорошо. Но потом обратился, после этой находки, к попыткам расшифровки таких знаний. Его версия является спорной, сейчас вы поймете почему. Он выводит теорию из того факта, что пытается связать эти знаки с так называемым библским письмом. То есть это письмо примерно 2-го, 1-го тысячелетия до нашей эры, которое было в Финикии. Там находили определенные камни. Он пишет, что из 64 знаков этого письма 32 вроде как совпадают по его видению. А остальные нужно было, конечно, подумать откуда из местного субстрата их взять. И он, как-то не стесняясь, взял современный абхазский язык, наложил на все это и у него все совпало. То есть вроде бы как логично. Он таким образом это расшифровал и каким-то образом расшифровал, что там указана строительная дата, название страны и имя царя, построившего город. Откуда далеко идущие выводы уже пошли о связях древней Абхазии с Финикией, большом абхазском государстве и прочее прочее. В общем, целая мифология уже. Ну, гипотеза хорошая. Но самый большой, конечно, пробел в ней это использование современного абхазского языка для камня, который теоретически привязывается к библскому письму. То есть получается, что за 5000 лет язык вообще не изменился. Что нонсенс. Но, тем не менее, за неимением иных точек зрения, единственное, турчанинская версия до сих пор бытует, хотя и не признается научным миром. Тем не менее, в копилку его развития теоретики турчаниного попал так называемый майкопский камень или майкопская плита. Которую нашли буквально через два года в 60-м году в окрестностях майкопа при раскопках так называемого коэщевского городища, солярного городища, примерно относящегося к периоду майкопской культуры. Получается середина четвертого и середина третьего тысячелетия до нашей эры. То есть еще древнее, чем даже условное библское письмо. Что позволило турчаниному делать выводы наоборот о том, что чуть ли не из Кавказа это все вышло. Письменность туда пришла, на Ближний Восток. Что касается этого памятника. Значит, да, это плита. Оригинал ее хранится сейчас в Санкт-Петербурге. Точная копия в майкопском музее выставлена. Довольно такой небольших размеров камень. Вот такой примерно, грубо говоря. На котором как бы разбиты в разных плоскостях рисунки определенные. Была даже версия, по-моему, тоже турчаниного, ее развивала в патче Нурби. Значит, что это не столько язык в плане того, что письмо, идущее по какого-то по строчкам, а это как, что это ряд фрагментов, знаков, которые расположены как вот в церквях, допустим. Вот есть изображение посередине, а вокруг него там разные рода эпитафии. Вот как и здесь. Как бы отдельные участки, отдельные слова, имеющие какое-то определенное значение. Что это было точно, сказать так же нельзя. На сегодняшний день, естественно, никто не смог ее толком расшифровать. Знаки на ней несколько иного характера, чем на Сухумской плите. Турчанин и тут, конечно же, приложил свою теорию, и все у него прекрасно расшифровалось. Здесь он пошел еще дальше. Он развил теорию о так называемом народе Ашуя, государстве Ашуя и ашуйском языке, якобы существовавших в третьем тысячелетии до нашей эры. И, значит, якобы на этой камне был текст про некого царя Великого Марны. Крепость Ая была на этом месте. И, значит, на этом камне написано о сооружении этой крепости на берегу реки. И там еще какая-то история такая была. Был такой прекрасный царь, который просвещением занимался. Потом пришли злые жрецы и восстали против него. И побили все камни. И, значит, царя захватили в плен. И продали Финикию. Откуда и библское письмо оказалось. Камень, который на той стороне в Библии, он тоже расшифровал по-своему. Ну, якобы он там пишет послание своим братьям туда, за море обратно на родину. Но этот камень так и остался там. И, якобы, колонии целые финики были. Этих ашуйцев древних. Ну, целая вот такая вот история, которая даже уже легла в основу спектакля, который проходил динамо-черкесский по токчанину. Других версий, к сожалению, нет. Поэтому присутствует только это. Сам токчанинов, естественно, не признается научным сообществом. Насчет него, кстати, хорошо высказывался Лавров. Он, когда о майкопской плите писал отдельную статью, написал, что очень сомнительно все там. Вплоть до датировок. Потому что, хоть она и найдена в Каечевском городе, но не соотносится с местом и с артефактами, найденными там. Он ее вообще датировал вторым веком до нашей веры. Но, тем не менее, в СССР принята такая точка зрения научная, что на этом камне самая древняя письменность на территории СССР была. То есть, научное сообщество принимает то, что это письменность некая, и то, что она самая древняя. А уж как ее расшифровать, это уже вопрос другой. Так вот, Лавров, что писал по поводу самого Турчанинова, что проблема его в том, что он дважды уже был пойман научным сообществом на тот момент на фальсификациях, обе из которых признал, но публично постеснялся опровергнуть, что является несколько неэтичным с точки зрения науки. То есть, очень было похоже, что Турчанов хотел сенсации. Ну, возможно, в его версии есть определенные разумные точки, если отбросить этот язык, но их надо развивать. Просто развивать, и нужны еще больше находки. Тогда с появлением материала можно будет сказать уже точно, прав он был или не прав, или прав отчасти. Не так давно была найдена еще одна плита. Называемая Лаупская плита или плита из Лоу. Находка была сделана, кажется, в 2013 году, может ошибаюсь, но не так давно. Значит, изначально плиту эту как бы увидели, но не придали ей значения определенного местные. Потом заинтересовался, узнал об этой плите краевед Маденхушт, который, в общем-то, сумел ее забрать оттуда и сохранить. Так, чтобы потом передать ее в музей. Что он позже и сделал. Передал в Майкопский музей ее. Благодаря ему она, в общем-то, сохранилась. Значит, плита эта, она очень необычная. Ее осматривали в ряд местных научных деятелей. Значит, тоже на ней очень много разного рода знаков, которые отличаются также и от Майкопской, и от Хумской плиты. Они немножко по-своему созданы. Они ближе к некоторым знакам, которые встречаются на дольменах. Но, как бы, на сегодняшний день тоже расшифровки нет. Значит, объект этот еще не выставлен пока в экспозицию, изучается. Единственное, кто, значит, делал по нему публикацию, это Нурбилов Пача. Он также брал за основу наработки Турчанинова. То есть, по сути, та же версия Турчаниновской теории. Продолжается. Где он расшифровывал, там некоторые моменты, связанные с такими образами, как жрецы, уходящий жрец. Там, допустим, какие-то философские мотивы определенные. Мы об этом как-то говорили в одном из роликов. На ней, кстати, встречаются рисунки, похожие на нольмен. Предполагаемая дата в рубеж 3-2 тысячелетий до нашей эры. Ну и, собственно, еще добавлю, что, исходя из этих рисунков, Лав Пача предполагал, что это погребальная плита для какого-то определенного крупного жреца. На ней некоторые, допустим, еще элементы есть, вроде оленей на палочках, которые встречаются, допустим, на памятных, ну, на элементах декораций. Значит, лавовскую плиту относит к памятникам письма «Дальмена-строитель развитой бронзы». И, как бы, отражает переход от петроглифов к иероглифам. Считается, что это второй памятник, поскольку более развитое иероглифическое письмо обнаружено на каменной плитке из Дальмена-Калихо в селении Агуй-Шапсук, которое Трифонов изучал. Сейчас вся эта экспозиция находится в Москве в Государственном историческом музее. Можно говорить также о петроглифов и Дегуакской скалы, которую еще в XIX веке описывал Филицин и пытался прочитать. Эти скалы находятся близ станицы Даховской, и Филицин связывал их с некрополем Дегуакской поляной, где было 200 дольменов. Сюда же можно отнести и петроглифовые хребта Дудугуш, которые рассмотрены Гавриловым на крыше одного из остальных дольменов в окрестностях села Хамышки. То есть, как бы, мы видим здесь целую цепочку в таких интересных моментах. Еще одним интересным историческим памятником я его называю «Камень из Ольгинского редута». То есть, был он или не был на самом деле – это тоже большой вопрос. Поскольку единственное, что мы знаем – это рисунки и описания из книги начала XIX века. давняя довольно история. Значит, как же это произошло, как это произошло эта история. Был такой француз Гутри, который путешествовал в 1795-1996 годах по Крыму и Тамане. И описывал разные, что он там видел – курганы, каменные бабы, разные исторические находки, ну и в принципе все, что видел. И, значит, у него была такая информация. Якобы Суворов во время своей экспедиции на Кубань, когда он строил редуты, якобы при постройке так называемого «Римского редута» на «Римском броде» он там нашел некий большой камень, который описали, и потом Потемкин передал его, по-моему, Мусину Пушкину, тот отвез его в Петербург. Этот камень из Петербурга потом был каким-то образом подарен к княгине Радзивиловой в Польше в ее владение, в Радзивиловский замок, и там, в общем-то, и затерялся его след. Как потом выяснилось, Римский редут, он же потом переименован в Верхнекубанский, позже на его месте построили Ольгинский редут. Это вот поселок Ольгинский, где Красный лес, там брод через Кубань. Ольгинский редут, он был окончательно разрушен Кубанью в 1929 году, его почти весь размором. Там сейчас Тиховские поминовения в честь Тиховского дома найдут. И вот этот француз описывает этот камень, значит, что на нем были рисунки, прям видны вот эти разного рода похожие на танги или значки рисунки. Он предполагал, что это камень идентичного времени, относящийся к босфорскому царю Левкону II, которому установлено три похожих памятника на разных языках в Афинах, в Керчи, по-моему, и вот где-то на территории в сторону Абхазии из Керчи. В античное время благодарными греками, которым он помог зерном во время голода. Ну и в общем, кроме описания, к сожалению, ничего не сохранилось. Вот все, что мы знаем, это записи этого француза. А почему фейк? Потому что, к сожалению, вот этот Мусин Пушкинский, да и сам Потемкин, в общем-то, как известно, ловили на том, что иногда они, скажем так, некоторые находки подделывали. Вот. Такие факты были. И факт того, что это могла быть подделкой или выдумкой, тоже очень может быть. У него указано, что его пытались расшифровать разные специалисты по разным языкам, но ничего не получилось. Ну, хороший раз хранившийся рисунок остался. В Польше молчать по этому поводу, скорее всего, уж точно, там ничего не сохранилось. Ну и, чуть более современные камни, значит, это то, что связано с моей последней деятельностью. Ну, во-первых, хотел отметить, что в музее Фелицина в Краснодаре у них в дворе находится целый ряд камней, которые, в общем-то, там с дореволюционного времени стоят. Камни эти надгробные, на них разного рода надписи арабской вязи сделаны. Мне удалось их сфотографировать и расшифровать, и получилось так, что по большей части это примерно период 18-19 веков, как говорят, из Анапы, из Новороссийской, из Тамани их привезли, и они относятся к разным надмогильным надписям, эпитафиям, посвященным умершим. Единственное, что большинство, конечно, они написаны на турецком арабской вязи, но встречаются и старые турецкие варианты, и даже там один арабский. Есть еще один камень в Белореченской, но он очень небольшой, он очень небольшой по размерам, там, как оказалось, слово хаджи написано на арабском языке, и его относят к 14 веку, но предполагаю все-таки, что позже, скорее всего, это 16-17 века, вот откуда он не очень понятно ввязался. Возможно, то есть с той же самой в 1868 году на берегу Реперки Белой, ее нашли в 1869 году между Белореченской станицей и Ханской, когда там камни один искал товарища из Майкопа для постройки дома и наткнулся на нее. Ее раскопали, нашли там изображение креста, много разных надписей на греческом и армянском языках, изучили, отправили, я так понял, изучили в Краснодаре, а потом одни из специалистов пишут, что их в итоге отправили в Тифлис тогда, потому что он был административным центром Кубанской области и туда, как там крупнейший музей был, туда и свозили, один из первых музеев, туда, здесь еще Филицинского музея тогда не было. И камни ушли, и в общем-то с тех пор их не видели, хотя зарисовки остались хорошо сделаны этих мест, точнее надписи. Надписи эти расшифровывали по-разному, но окончательная версия сводится к тому, что построил ее некий грек Пиуперти, иногда его под Рико называют, как понятно, что вроде как по приглашению адыгов, он построил, там определенная дата стоит, в честь святого Георгия эту церковь, строил, на армянском журнадке строил армянин Крымбей из Крыма. И вот там определенная дата была, 1468 год. Причем там было найдено и захоронение с хорошо захоронившимися деталями, и на похороненном мужчине был пояс с арабской надписью, что говорит о том, что церковь использовалась очень долго, наверное, до 19 века, и здесь хоронили знатных людей. Что касается церкви, к сожалению, на сегодняшний день само место, где она была утеряна, никто не может точно установить, очень может быть, что там сейчас карьера просто и остатки уничтожены. Однако, удалось внезапно обнаружить в внутреннем музее школы одной белореченской камни с вот этими греческими надписями, целые элементы огромные лежат. То есть, откуда они там взялись, не очень понятно, почему они там оказались. Сейчас подключились археологи, подключилась пресса, и думаю, мы будем искать информацию, хотя бы с научной точки зрения, чтобы объяснить, что это, можно расшифровать эту надпись. Ну и, соответственно, в Тбилиси тоже послали запрос, чтобы нам прислали хорошие фотографии из фондов, если там хранятся до сих пор остатки этой церкви. Ну и напоследок, как оказалось, в Анапе в фондах имеется могильный камень дяди Сифербея. Я надеюсь, дадут разрешение его сфотографировать, и в ближайшие месяцы вы сможете с ним ознакомиться поближе. Но это на будущее. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь друзьями, и до новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова